Всем огромный привет! Вы все прекрасно знаете, что скоро у меня день рождения, а именно 29 сентября. И мне пришла вот такая вот посылка от родителей. Я хочу скорее открыть, посмотреть, что там внутри. Я уже не могу дождаться до завтрашнего дня, поэтому я открою сегодня видео. Я записываю раньше, чем 12, то есть сегодня у нас 28. Но мне не терпится, и я хочу посмотреть, что там внутри. Давайте вместе с вами посмотрим. Ой, посылочка такая тяжелая. Тут около 7 килограмм. Вот. Мне очень интересно, что здесь. Родители всегда пишут мне посылки, несмотря на плохие комментарии, которые мне пишут, что якобы родители меня содержат, что я плохой-сякой родителям ничего не высылаю. Ну, я все это понимаю прекрасно, что это пишут люди, которые злые. Поэтому не будьте злые, а будьте подобрее, скажем так, да. Нельзя быть такими злыми. Так, что я хочу посмотреть, что тут внутри. Вот так много спочек. Ого, запечатали. Запечатали очень сильно. Так, сейчас я вам вижу, покажу, что здесь внутри. Смотрите. Сейчас будем открывать и смотреть. Тунец я уже вижу. Смотрите, видите, такое вот. Тона лольё ведитало. Тунец мне мама с папой всегда. Он уложит в посылки. И я всегда говорю, мам, если что, то вышли мне лучше тунец. То есть, ну, не надо мне высылать каких-то там макарон, что-то там такого дорогого, колбаса, салями, прошутто. Вот. Я довольствуюсь тунцом. Он мне очень нравится. Причём в любом виде. Или в натуральном. Тонно натурале. Тонно лольё дь олива. То есть, или в оливковом масле. Или тонно диджиросоле. То есть, или в таком подсолнечном масле. Оно мне нравится в любом виде. Вот такой вот тунец. Спасибо огромное. Сейчас я буду смотреть, что тут дальше. Так, что здесь ещё интересного есть? Вот такие вот мисто-легуни. Это тут чечевица, перловка, горох, зелёный, фасоль. Фасоль тёмная, серая. Это очень классная штука. Особенно, вот смотрите, вот такая вот пачечка. Как она называется? Лантика. Лантика фатория дель... Грилло. Вот. Такая вот пачечка. Кстати, очень классная штука. Можно даже просто так варить. А можно и варить так же супой. Спасибо огромное. Так, ну, я изначально буду смотреть еду. А потом постепенно буду смотреть подарок. Так, тут мама мне ещё положила такие вот тряпочки в подарок. Кстати, спасибо. Ну, конечно же, ребята, я прикалываюсь. Это не тряпочки в подарок. Но тряпочки, они всегда дома пригодятся. Тем более... Ну, я знаю, что и здесь такие есть. Ну, мама всегда заботится и высылает мне тоже вот такие вот тряпки. Спасибо. Так, что тут ещё есть? Угу, это что-то тяжёлое. А-а-а, опять тунец. Ну, вот уже побольше, смотрите. Видите, тунец есть разные. Что я вам говорил? Это тонну аллолио вегеталы. Вот. А это тонну аллолио ди оливы. То есть в оливковом масле из конода. То есть тоже очень классный тунец. Спасибо. Я, знаете, иногда, когда мне... Ну, или я голодный, или нечего там есть. Да, я быстренько открываю банку тунца. Вот. Это ещё один классный тунец. Тунец тут по 80 грамм. Это тонну аллолио ди олива. Рио мары. Это тоже очень классно. Вот видите, есть очень много разных марок. Вот этого тунца. От дешёвого до дорогого. Я вам скажу, они ничем не различаются. То есть и то вкусное, и то вкусное. Поэтому кто-то покупает дороже, кто-то покупает дешевле. Спасибо. И тут... Что это такое? Ага. Это моя икона, ребята. Спасибо. Маме огромное. Я вам покажу. Это она у меня стояла в комнате. Вот эта иконка. Она мне очень нравится. Смотрите. Она получается вот в закрытом вот таком. Вот видите, когда она стоит. Вот она может вот так вот на столе стоит закрыта. А можно её вот так вот открыть. Смотрите. Хоп. И она вот так вот открывается. Очень классно. Тут ангелы-хранители. Вот. По бокам. Видите? Вот она так вот на столе стоит. Спасибо. Очень классно. Она мне всегда нравилась. Я её... Вот она вот так вот закрывается. Как книжечка. Спасибо. Обязательно поставлю её на стол. Она у меня витали и стояла в моей комнате. Так. Что тут ещё? Что мама даже завернула? А. Это Монталбану. Брускетта и паперони. Это такая штучка на хлеб намазывать. Как брускетта. Это я уже вам показывал. Ну и, конечно, я рекламовка итальянская. Вот такая вот. Это, это, это. Это что-то за магазин. Я уже не помню. Казабельма называется. Да. Ну тут такое родное шампунь. И тому подобное. Ну это завернуто просто было. А, вот макароны, кстати. Филини называется. Кона, кто виталий живёт и знает, что это за макарошки. Кутура до минуты. Чем они классные? Да тем, что они варятся, ребята, 2 минуты. Можно и так есть. И в суп бросать. И они классные. Вот 2 минутки сварил и бомба просто. Вот. Так что я не советую это покупать. Кто же виталий не покупает, что покупайте эти макароны. Очень классные. Так, тут ещё что-то. Ещё одна вот такая вот, видите, баночка. Это уже корчёвки, артишоки. Тоже нахлеб намазывать. Очень тоже вкусная. Это у меня же, наверное, ребята, шестая банка. Честно, их очень много. Я ем по-немного. Ну не так, чтобы прям-прям. Так, это резини алового. Кутура 5 минут. Это тоже по типу макарон. Они сделаны с такой же пасты. Видите, они такие маленькие, как рис. Но тут 5 минут оно варится. Тоже очень классная штука. Такие вот макарон. Thank you. Я пока оставлю большой пакет. Наверное, подарок в большом пакете. Я его оставлю на самый конец. О, ещё одна баночка. Это помодори сек. Я уже говорю помодори. Это сухие помидорки. У меня ещё одна баночка закрытая. Их есть. Тоже классная штука. Зимой можно открыть. Есть. И они классные, да. Прямоволья. И 340 грамм. И они в оливковом масле опять же. Ой, у меня сколько уже банок. Знаете, не надо закатки делать на зиму. Что тут ещё? Не могу понять. Фонаричек такой маленький. Можно вот так делать, когда в темноте. Классная штучка маленькая такая. Что надо там. На ключики можно прицепить. Надо что-то присветить. Сейчас вы присветили и всё. Класс. Спасибо. Это, наверное, папа. Это любые. Такие разные штучки. И не засылать. Ещё банки. Это надо будет всё на стол положить. Это паперунчи нерепене антонно. Это вот такие вот маленькие. Видите, маленький перец красный. И внутри тунец. Классная тоже вкусная штука. 330 грамм. Спасибо. Так. Ну-ка, теперь будем смотреть. О, о, ты же. Какая огромная. Ого. Тут ещё что-то есть. Вот это всё посмотрите. Мне это интересно. Это ещё одна баночка. О, ещё одни паперунчи нерепене антонно. Надо тоже будет обязательно поделиться с Амвайом, с Сеулей, с Кристиной. Ну, потому что очень много у меня этого всего. А теперь переходим к самому главному моему подарку. О, ну-ка, очень интересно. Та-дам, тадам. Такие вот шоколадки с ликёром. Тоже очень вкусные. Тут и швейский крем. Ну, это что-то наподобие Бейлиса. Вот кто пьёт Бейлис, то тут внутри типа Бейлиса. Такое сладкое. Но они тоже очень вкусные. Куда же без конфет на день рождения. Так. Потом. Ой, тут какие-то открытки. Ого, тут много чего. Вот такие вот салфетки. Сервитернапкинс. Это есть такой магазин в Италии. Называется Тигр или Тайгер. Правильно. Двадцать салфеточек. И тут, ну, они на день рождения, так понял. Тут такое вот мишка, что это фан, да, я не знаю, с такими шариками. Спасибо. Я, кстати, салфетки не покупал. Что буду иметь? Видите? Мама всё время всё угадывает. Что у меня есть? И ещё, ещё. Вот тут какой-то конверт. Объямо пенсато ате. Вот такой вот маленький конверт. Тип написано Vodafone. Vodafone это, чтобы вы понимали, или телефонная, ну, мобильная операция. Вот видите, написано Ситник Николай. Это мне. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Что-то такое. Ух ты, брелочек. Класс. А ну-ка. Сейчас я вам покажу. Вот записочка. Ещё ничего не могу. Пустой конверт. Вот такой вот брелок. Это мне подарил... У меня же там есть интернет мобильный, Виталий. Ну, и ты, мобильный оператор, решил сделать вот такой вот подарочек. Видите, на день рождения. Вот такой вот брелок с буквой М. А почему буква М? Потому что у меня же первое имя здесь написано Микола. То есть не Никола, а Микола. Поэтому они мне сделали такую вот персональную букву М. Видите, как классно. Вот брелочек. Спасибо, я тоже на ключики повешу. Так, теперь посмотрим, что здесь. Написано Bon Compliano. Это значит с днём рождения. Сзади написано Pius Tai Con Noi Pius Oridi. То есть больше будешь с нами, больше будешь сняться. Так. Ой, как красиво. Смотрите, какая классная открыточка внутри. Сейчас поближе покажу. Что здесь написано? Каро Микола. Видите, вот Микола, это с буквой М, большое моё имя. Танте огурь и дибон компландно от Те. Кэй шей то вода фон, ся перла каза, кэ перлы смартфон. То есть и тут написано, ну, директор, маркетинговый директор, правильно, да? Вот. И написано огурь. Ну, тут, дорогой Николай, поздравляем вас с днём рождения. Спасибо за то, что выбрали вода фон. Для вашего дома или для вашего мобильного интернета, ну, телефона. Я не знаю, правильно ли я перевёл на русский. Ну, в общем, спасибо огромное вода фону. Мало ли, может вдруг вот этот маркетинговый директор маркетинг, я не могу на русский перевести, директор маркетинг клиенты смотрят, так что граци дан, то вода фон. Спасибо. Хоть вы и дорогие, но очень приятно. Ну, спасибо. Что мне двойное подарок от мобильного интернета оператора и от родителей. Ещё такой вот конверт. А что тут, конвертики, открыточка. А ну-ка. Такой вот, видите, розовый конвертик. Тоже такая вот там открытка. Arrivato il momento festeggiare. Написано. Bon complanno. То есть, пришёл момент праздновать. Arrivato il momento festeggiare. Bon complanno. Это с днём рождения. Я немножко перевожу, потому что они все понимают. И тут внутри открыточка. Вот вам покажу. Мама подписала. С днём рождения. Счастья, здоровья, любви. И всего самого наилучшего. Любим, целуем. Папа, мама и Вилли. То есть, Вилька. Ой, я сейчас. Дай, дай, слушай, я сейчас заплачу. Мама ещё. Вильку. Тихо, 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 тихо. Ух. Твоя эмоция, ребята. Так что вы не удивляйтесь. Мама ещё Вильку подписала. То есть, Вилька тоже мне поздравил. Спасибо огромное. Классная открыточка. Обязательно её повешу на холодильник. Сейчас я не отойду. Так, ещё. Тут есть вот такая вот коробочка. Ага, сейчас мы посмотрим, что тут внутри. Я больше не полезу. Я больше не могу. Ну, ты меня так понял. Мама, ну, письмо, не буду открывать. Это вот такой вот новый. Ммм. Шикарное постельное бельё. Спасибо огромное. Это обязательно потом себе постельное. Пакетики я могу уже вспомнить. Мне уже интересно посмотреть, что тут внутри. А внутри вот такая вот интересная коробочка. Ну, конечно же, я уже знаю, что внутри в коробочке, потому что я уже вижу, что здесь написано, что это из какого-то магазина, где продают разные ювелирные изделия, потому что Виталий делает вот так вот такую коробочку. Тут закрывает такую вот наклеечку. Не выдумывать никакие там бантики и ещё что-то. Тут всё просто, лёгко открывается вот так вот. И внутри ещё одна коробочка. И опять же, видите, закрыто. И наклеечка. Сейчас я её открою. Аккуратненько. Вот так. Надо загадывать желание. Та-да-да! Ребята! Это золото. А ну-ка. Надо её аккуратно. Что-то тут такое. Сейчас я посмотрю. Да, это золотая цепочка. О, какая классная. Хоть я и не ношу золото, но я очень люблю итальянское золото. Особенно, как оно блестит. Смотрите, какая красота. Сейчас я вам поближе покажу. Тут немножко вот эта штучка перекосилась. Ой, а как же шею-то поразделать? Вот. Надеюсь, она не сломалась. Что-то вот тут. Вот это, видите, какая-то. Неужели брак? Лишь он это должно быть? Не пойму. С этой стороны такого нет. Сейчас я вам покажу поближе, какая цепочка. Ну, что-то вот здесь запутано и как-то странно запутано. Ага, а ну-ка, сейчас я постараюсь аккуратно, чтобы её не порвать, потому что она такая хрупкая. Это же всё-таки ювелирное изделие. Ну, что-то она здесь вот так вот перекрутилась. Видите, ого, так тяжело. Так, так, так. Ну, как же делать так, чтобы оно не хочется шпарвать? Вот, всё сделано. Классно. Смотрите, какая классная. Ну, сейчас я её одену. Сейчас поближе покажу. Смотрите, какая красота. Это итальянское золото. Чем оно отрезняется от украинского? Чем оно... Вот, оно другое, чем украинское. Видите, оно более такое жёлтенькое и яркое такое блестит-блестит. Смотрите, какое классное. Сейчас я одену его. Посмотрим. А ну-ка. Я же не знаю, какая тут проба. Я не понимаю. Не вижу ничего, потому что очень... А, 750-е. Что яркий очень свет, я плохо вижу. А ну-ка. Сейчас я буду подбираться на себе любое зеркало. А ну-ка. У меня, конечно, такой свет в туалете. А ну-ка. Я сейчас вам покажу поближе. Смотрите, какая классная. Класс. Гляньте. Она блестит так классно. Вот, видите, даже когда я две есть, как она классно переливается. И как раз нормальная. То есть, она не такая длинная и не короткая. Именно то, что мне... Вот. Класс. Ещё мне сюда надо какой-то крестик классный. И всё. Смотрите, какая классная цепочка. Класс. Спасибо большое. Даже не знаю, сколько здесь грамм. Ребята, я в этом не понимаю. Вы мне напишите, сколько тут грамм. Потому что, ну, реально. Я в этом вообще не понимаю ничего. Так, ребята, я сегодня с подарками. Очень классный подарок. Мне очень понравилась. Золотая цепочка от родителей, от мамы и папы. Спасибо огромное Влада Фану. Спасибо огромное маме и папе. Мне очень понравился подарок. Действительно, очень классно. Приятно иметь вот что-то на память от родителей. Особенно вот такую вот цепочку. Я ещё обязательно сюда куплю какой-то себе интересный, классный крестик. Вот. Очень классно. Мне приятно. Мама, папа, я вас люблю. Спасибо вам огромное. Мы обязательно с вами увидимся. Или зимой, или уже в январе, или ближе к лету. Ну, посмотрим, в общем, как получится. Потому что надо будет ещё в Чехию съездить. К крестнице. Вот. Я бы хотел, чтобы вы тоже поехали, посмотрели. Спасибо вам ещё раз огромное. Я вас целую, люблю. Спасибо родителям. Спасибо за то, что вы у меня есть. Пока. Ну, и также спасибо огромное зрителям. Я надеюсь, вы меня тоже поздравите. Удачи вам. Увидимся с вами в следующих влогах. С днём рождения. Бон компландо. Пока. С днём рождения. С днём рождения.